Сергей Юрьевич, давайте с Вас начнем. Расскажите о Вашем проекте и о том, как Вы смотрите на проблему в целом. Благодарю, Виктор Алексеевич. Дорогие друзья, я всех приветствую. Перед тем, как рассказать Вам несколько интересных моментов в течение короткого 10-минутного времени, потому что проект, которым мы занимаемся и который мы реализуем, в 10 минут просто априори поместиться не может. Я могу Вам сказать некие тезисы, обратить Ваше внимание, создать такую хорошую интригу и потом Вас обратить ко всем тем материалам, которые у нас есть, которые накоплены уже за 10-летнюю работу. Но если позволите, я бы хотел задать два вопроса аудитории. Скажите, пожалуйста, даже не скажите, а поднимите, пожалуйста, руки те, кто себя считает не совсем счастливым человеком. То есть чего-то для счастья еще не хватает. В целом нормально, но вот он не может сказать, что я абсолютно счастливый человек. Так, слушайте. Виктор Алексеевич, зачем Вы пришли вообще сюда? Все нормально. Счастье признаться всегда сложно, наверное. Ну, армейские ребята, понятно, все. Будем поправку делать. Они смотрят на командира, как всегда. Слушайте, ну это здорово. Это означает, что все счастливые люди здесь собрались. Потому что если сказать, кто счастливый, то я подниму руку выше всех. Я себя осознаю счастливым человеком. И могу рассказать почему. Я не говорю, что все легко в жизни и все получается. Но, тем не менее, я себя внутренне осознаю счастливым. Я занимаюсь тем проектом, который имеет масштабный глобальный смысл для большого количества людей. И у меня получается его реализовывать. Вот, наверное, это залог моего личного счастья. И все-таки, возвращаясь к проекту, я хочу сказать, что как раз наш проект про счастье. Про то, как стать счастливым и жить в обществе счастливых людей, занимаясь любимым делом. Назвали мы проект «Биорегион». Хотя здесь два названия. «Мосты в будущее». Это название родилось ровно 10 лет назад, в 2012 году, когда я переехал из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. А второе название «Биорегион». Это такое техническое рабочее название, потому что оно затрагивает большую достаточно территорию. 50 тысяч гектар предгоря Краснодарского края. И био, это про жизнь, все понимают. Сам проект «Биорегион», он в себе содержит три составляющие. Это экология, в понятном смысле этого слова. Это экономика, в понятном смысле этого слова. И экосоциум. Ну, наверное, не всем понятно, в каком смысле. Вот. О чем проект? Проект, в первую очередь, о том, как научиться жить, не болея, и доживать до 150 лет. Я думаю, наверное, интересно всем. Как учиться в средней школе и заканчивать ее за полтора года, не тратя на это 10 драгоценных лет жизни. Проект о том, как с помощью воды выращивать сельхозпродукцию, которая сейчас, в настоящее время, забыта нами. И сельхозпродукция дает мощную силу, потенциал жизни для пробуждения генетического кода, о котором говорил Виктор Алексеевич. Это такие изделия, такие продукты, как амарант, полба, те, которые несправедливо забыты, но те, которые способствуют тому, чтобы генная память пробуждалась, и мы вспоминали вообще, кто мы, и для чего мы здесь. Мы имеется в виду русская цивилизация. Потому что все предсказания говорят о том, что преображение в мире начнется именно с России. Здесь страна духовных людей. Это, можно сказать, сердце всего земного шара, если так вот посмотреть на карту. Есть, вы знаете, такие аналогии с органом физического тела. Я не буду про другие страны говорить, но вот Россия – это сердце. Поэтому, если мы говорим о том, что Россия будет флагманом и лидером экологической эволюции, то, наверное, что-то в России должно происходить. Вот мы командой энтузиастов дерзнули на то, чтобы заняться тем проектом, который действительно может стать флагманом возрождения и флагманом эволюции. И наш проект, он имеет несколько высших смыслов. Ну, наверное, два базовых. Первый смысл – это забота о будущих поколениях. И здесь, наверное, эти смыслы не объединяющие, потому что самая главная цель и задача – это объединить как можно больше людей вокруг нашего проекта. Сейчас жизнь устроена так, что идет глобальная шла, вернее, глобальная атомизация. Разделяй и властвуй, разделяй во всех смыслах слова, вплоть до института семейных ценностей, потому что проще управлять людьми и, скажем, позволять им, не позволять, а направлять их вместо эволюции на инволюцию, когда они разделены, когда они атомизированы. Так вот, можно спорить о противоречиях, можно говорить хорошо быть блогером или хорошо быть тем, кто создает шедевры киноискусства и где-то, может быть, с презрением относится к блогерам. Но наш проект про то, чтобы искать общее, что может объединить блогера и того, кто создает эти шедевры. В нашем понимании дети – это объединяющая сила, потому что никто для своих детей не желал бы того, чтобы они были несчастны. Поэтому высший смысл проекта – это забота о будущих поколениях. И второе – это построение модели гармоничного жизнеустройства. Причем жизнеустройства в смысле того, что я живу в гармонии с самим собой, с окружающим пространством, которое вокруг меня, в гармонии с своим родом, со своими близкими и с тем сообществом, которое живет рядом со мной, вокруг меня. Я не буду сейчас останавливаться на этих формулировках. Вообще, честно сказать, вот эта презентация, она имеет немножко такой научно-практический характер. Я буду вкратце проходить. Кому будет интересно, может отдельно потом эту презентацию скачать, посмотреть и прочитать все эти определения. Я остановлюсь только на основных, на базовых и немножко расскажу о команде. Значит, так как направлениями нашего проекта является пересечение несколько жизненно важных сфер. А какие это сферы? Это сфера образования в первую очередь, сфера здоровья, сфера работы с землей, природной земледелия и сфера ценностно-ориентированного бизнеса, ценностно-ориентированной экономики. Я об этом отдельно еще остановлюсь. Вот эти столпы, они обозначены. Естественно, вокруг этих сфер собирается большое количество энтузиастов. Я называю, что это самые продвинутые и прогрессивные люди, которые являются, помимо того, что представляют свою профессию или свою социальную какую-то сферу, они еще действительно заботятся о том, как улучшить жизнь тех, кто находится рядом. То есть они такие патриоты, профессионалы своего дела. И вот у нас в команде, в окружении уже больше полутора сотен таких людей. Я не скажу, что они все переехали из городов в деревню, но в той или иной степени они вовлечены в проект и участвуют в наших конференциях. У нас есть также и государственный смысл того, что мы делаем. Какой он? Мы знаем, что Россия – это территория с необъятными просторами. И по большому счету вот та динамика жизни, в которой сейчас мы присутствуем, когда люди скапливаются в городах и живут несчастной жизнью в так называемых «человениках», которые не несут ни здоровья, ибо они угнетают природу человека, потому что те коробки железнобетонные с армирующими сетками, они действительно не позволяют человеку гармонично существовать с пространством живой материи вокруг себя. Это и природа, и вода, и воздух, и продукты питания из известных сетей, магазинов, где все заточено на увеличение прибыли. Понятное дело, вы не купите домашние куриные яйца или свежие помидоры с грядки. В городах этого нет, а значит и нет вектора здоровья, и человек начинает болеть и заболевать. Нам это известно не понаслышке, потому что один из проектов, который мы успешно реализовали, это санаторий, который как раз работает с проблемой именно долголетия и с проблемой здорового организма, и в первую очередь очищения организма от всевозможных токсинов, то есть одно из направлений работы. Поэтому мы это знаем не в первом приближении. Так вот, как раз государственная значимость проекта, это позволит сформировать модель расселение мегаполисов на территории того обилия деревень и поселков, которых у нас действительно очень много и которые сейчас заброшены и запущены. То есть вот высший смысл нашего проекта «Биорегион» он в этом. Создать образцово-показательную модель, пилотную модель, которая вдохновит всех тех, кто уже размышляет о том, как переехать из города на землю, не быть нищим, быть успешным, гармоничным во всех сферах, иметь хороший материальный достаток. Сегодня говорили о деньгах, о ценности. Я считаю, что истина, скорее всего, мое мнение, она посередине. То есть должна быть гармония всего, и в том числе материального успеха, денежного, и духовного, и психологического, и родового, и физического, и социального, и мировоззренческого. Все должно быть у человека гармонично. Тогда он будет счастливым. Если что-то преобладает, уже будет диспропорция. В том числе и преобладающая духовность, если нет душевности, приведет к тому, что человек становится просто фанатом, и мы таких фанатов с вами знаем. Задачи перечитывать не буду. Скажу, что я как предприниматель, хотя за моими плечами большая армейская школа, я закончил Суворовское военное училище, ребятам будет интересно, закончил Академию Можайского, факультет ГРУ, и здесь, наверное, я остался в позиции служения своей родины, но немножко в другой сфере. В сфере образования и в сфере того, чем мы занимаемся. Как предприниматель я скажу, что любой проект требует очень мощного материально-экономического базиса. Так вот, в нашем проекте как раз мы предусматриваем развитие всей территории биорегиона через развитие отдельных мощных бизнес-проектов, которых я сейчас не буду перечислять. Скажу только масштаб. От развития агротуристических комплексов небольших до развития бальниологических курортов, такие, которые могут претендовать по праву названия «Русский Баден-Баден» или «Русские Карловы Вары». Вот примерно масштаб нашего проекта. Отдельно хочу остановиться на образовании, ибо образование – это вообще центральный стержень нашего проекта. И здесь моему становлению в области как раз вот инновационной педагогики предшествовало знакомство с удивительным педагогом-новатором Щетининым Михаилом Петровичем, академиком, который в 2019 году оставил этот мир, светлая память ему. И я своими глазами видел ребят, которые, находясь в лицее комплексного развития личности детей и подростков в Краснодарском крае, проходили всю среднюю школу за один-полтора года. Все базовые предметы. И получали аттестаты о среднем образовании в 12 лет. Но, казалось бы, чудо какое-то, да? Нет, это есть. Это может быть. И такие дети действительно есть. Другое дело, чем заниматься все остальное время в школе? Хороший вопрос. А заниматься есть чем? Можно развивать те сферы, которые школа сейчас вообще не развивает. Можно развивать способности чтения закрытыми глазами, ментальная арифметика, запоминание большого количества информации, развитие памяти образного мышления, развитием чувственного интеллекта, развитием системно-логического мышления, мировоззренческих основ. В конце концов, трудовое воспитание, работа на земле, работа в теплицах, работа с техникой, ремесла, хореография, русские боевые искусства, мастерство для девочек, школа невест сегодня говорили. Вот это то, чем могут заниматься юноши и девушки, находясь в уникальной образовательной среде. И вот мы этим занимаемся. Вместе с детьми мы проектируем школу будущего. И она, отдельная презентация есть, тоже можете посмотреть, не буду останавливаться подробно. Основные принципы перечислены. Перечислено то, что школа является в центре производственно-коммерческих проектов. И дети, находясь в школе, могут проходить обучение по тем или иным практическим, коммерческим и производственным направлениям. И потом, таким образом, находить свою траекторию к 15-16 годам жизни. Мы с Михаилом Петровичем занимались этим. У меня была мебельная фабрика в Санкт-Петербурге. И дети приезжали и проходили трудовое воспитание именно на фабрике. Ну и, кстати, мы с Сергеем Юрьевичем познакомились тоже в школе Щетинина. Впервые я его там увидел. И после этого мы действительно работаем как партнеры. Вот одно из чудес, которое он вам привел. Сергей Юрьевич, тогда... Я завершаю свое выступление. Я понимаю, что времени очень мало. А рассказать много с чего, да. Вот я расскажу еще отдельно про адаптацию местных... Я прошу тогда иметь в виду, что у нас информация, если вы просто в интернете набираете биорегион, мосты в будущее, там подробнейшим образом вся информация изложена. Но это действительно интересно. Это будет хорошее место и для работы тех, кто интересуется, и хорошее место для преподавателей, и для тех, кто вообще хочет строить жизнь на земле. Вот, потому что там основные ориентиры как раз на малоэтажную застройку. Ну, спасибо, Сергей Юрьевич. Вообще направление образования у Сергея Юрьевича ведет... Сегодня я вам и хотел представить ее, его самого такого ближайшего соратника по проблеме образования. Это Ольга Михайловна Коломеец. Она доктор педагогических наук и возглавляет институт серьезный. Ну, она скажет, наверное, о себе, может быть, тоже подробнее об институте в этом частности. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Да, благодарю вас. Принесла учебники показать вам, которые мы делаем. Итак, уважаемые друзья, мы с вами рассматривать сейчас будем очень интересную сферу деятельности человека, в которой каждый из нас находится. Это сфера образования. В той или иной мере каждый из нас с ней связан, согласитесь, да? Или мы сами учились, имеем опыт, или мы обучаем кого-то, или нас обучают, или мы повышаем квалификацию и так далее. То есть это, по сути, единственная сфера, в которой человек находится на протяжении всей своей жизни. И мы сегодня будем говорить именно о непрерывном, ценностно ориентированном образовании длиной в жизнь. Было время, когда человек обучился или в колледже, или в УЗИ, в техникуме, и вышел на производство, и ему хватает этой подготовки всю жизнь, верно? Но эти времена закончились. И сегодня мы живем в другой реальности, которая требует от нас постоянно или повышения квалификации, или переподготовки, потому что мы вынуждены поменять одну профессию на другую, или знакомство в рамках самообразования новой сферой профессиональной деятельности, чтобы в рамках самозанятости обеспечить свою очень успешную жизнедеятельность и так далее. Поэтому непрерывное образование предполагает, что человек занимается самообразованием в течение всей своей жизни. И вот уникальность нашего проекта в этом и состоит, что мы разрабатываем модели организации образовательного процесса именно с точки зрения его непрерывности и ценностной ориентации. Уникальность нашего проекта состоит еще в том, что на этой платформе собрались действительно творческие педагоги, которые заинтересованы в успехах каждого школьника, каждого студента, каждого взрослого человека, который погружается в систему именно образовательную. Ведь если сравнить с традиционной системой образования, ну у нас у всех есть опыт. Как правило, есть те, кто лучше усваивает материал, кто хуже. У нас очень много троечников и в школе, и в стенах высшей школы. Мы хорошо с вами знаем в среднем. Приведу статистические данные. 80% у нас школьники и студенты на низком уровне обученности. К сожалению. А вот в этом проекте создаются такие условия, что педагоги обеспечивают каждому школьнику, студенту и взрослому человеку, который занимается самообразованием, саморазвитием в той или иной профессиональной сфере, именно овладение максимально эффективными образовательными результатами. Причем я акцент сделаю на том, что в основе лежат именно ценностные ориентиры. Вот сегодня мы обсуждали вопрос о том, что главное для человека. Вообще, что собой представляет человек? Тот субъект, который зарабатывает деньги, чтобы жить успешно, покупать, приобретать в шоколаде, как есть такой выражение, да, жить, или тот, который для людей что-то создает в течение своей жизни. Это абсолютно разные позиции. А определяющим выступают ценности, которые развиваются. И если сформированы ложные ценности, то мы понимаем, что этот человек всегда будет ориентирован только на самообеспечение, на удовлетворение эгоистических личностных потребностей. Уникальность нашего проекта состоит еще и в том, что мы разрабатываем большое количество именно важных и значимых учебно-методических материалов, которые сегодня, к сожалению, невозможно найти ни в школе, ни в УЗе. А без этого инструмента, увы, деятельности не будет должной, нужной и эффективной. Поэтому все цели и задачи нашего проекта сосредоточены по двум основным направлениям. Первое направление. Нужно четко определиться, какой образ человека будущего формируется в образовательном процессе. Становление какого человека происходит? Биологического, направленного на удовлетворение своих потребностей, или социального, духовно-нравственного человека, человека-созидателя и творца. И отсюда тогда решение очень важной задачи встает перед образовательным процессом. А какая должна быть система условий тогда, чтобы действительно, неважно, школьники, студенты, взрослые люди, погружаясь в образовательный процесс, именно могли действительно овладеть другим уровнем своей подготовки, другим в плане содержательной части, ценностно-смысловой. И вот сегодня очень много говорили мы о смыслах, которые черпают из информационного пространства каждый человек в процессе образования, развития, обучения, воспитания. И вот если эти смыслы заданы правильно, истинные, ценностные на основе наших русских традиций, нашей истории, то тогда, естественно, наш субъект образовательного процесса формируется абсолютно в другом формате. И в рамках нашей модели мы предлагаем девятиступенчатую систему образования. Это подготовка родителей, желающих стать родителями, у которых появится замечательный ребенок. Это пренатальное образование в течение девяти месяцев до рождения ребенка. Это раннее, дошкольное образование, начальное образование, подростковое, молодежное, взрослое и зрелое уже образование человека. И, по сути, есть такое направление, как андрогогика, которая занимается именно обучением, развитием, воспитанием взрослых людей до конца их жизнедеятельности на этой замечательной планете Земля. В содержание образовательного процесса мы включаем не только знания. Вот если послушать сегодня тех же блогеров, которые выступали, брали интервью, тех же наших чиновников даже системы образования, у нас почему-то главным, ключевым понятием является знание. И все говорят, что в образовании мы должны заниматься передачей знаний. Нет, увы, в образовании мы формируем у школьников, студентов, у взрослого человека или создаем условия для самоформирования развития у себя представлений и знаний об окружающем мире, чувств, качеств, эмоций, отношения к объектам окружающего мира и к людям, разных умений, действий, видов деятельности, навыков, способностей, даже сверхспособностей, поступков, поведения. И все это в совокупе строится на наших национальных духовно-нравственных ценностях русского народа. И позвольте вашему вниманию предложить вот уровни сферы развития человека. Психофизическое, чувственно-эмоциональное, ментальное, интеллектуальное, умственное, социально-сознательное, коллективно-креативное, творческое, профессионально-ремесленное и завершается весь образовательный процесс духовно-нравственным становлением творца, созидателя, который действительно первым делом думает о том, что он оставит после себя на планете Земля, что он делает другим людям, какие создает ценности будущим поколениям. Поэтому в нашем проекте принимают активное участие представители разных сфер деятельности. Это не только школьники-студенты, это и взрослые люди, это и их родители, это и педагоги, логопеды, учителя, преподаватели высшей школы и и и. Это все лица, которые заинтересованы в организации образовательного процесса, выводящего человека или, я бы сказала, обеспечивающего вот именно становление человека как творца, созидателя. Для реализации образовательного процесса у нас собраны и структурированы разные подразделения в рамках вот нашего этого проекта. Но самым главным и важным у нас выступает учебно-методический центр. И этот учебно-методический центр ориентирован прежде всего на подготовку педагогов, на разработку теоретических принципов, закономерностей, то есть теоретического фундамента организации образовательного процесса, а именно организации обучения, воспитания и развития. И самой главной задачей нашего научно-методического центра является разработка вот таких учебно-методических материалов, мы привезли вам их показать, после нашей встречи вы можете взять, пощупать, полистать, которых, к сожалению, до сих пор еще нет в традиционной системе образования. А ведь вы прекрасно понимаете, без инструмента организовать нормативный, объективный образовательный процесс невозможно, да? Но у вас у всех также, наверное, есть опыт, насколько вот те учебники, которые имеются в образовательном процессе, они оставляют желать лучшего, да? Слышим об этом постоянно, но, к сожалению, пока на сегодняшний день ситуация еще в этом плане не решена. И, коллеги, обратите внимание, что у нас очень большая поддержка огромного количества и общественных институтов, медицинских, потому что у нас направление здравоохранения, здоровье и сбережения школьников очень активно развивается, не только школьников, студентов, а вообще человека. И разные профессиональные сообщества, и разные общественные организации, видные деятели, депутаты. Поэтому, если мы говорим о тех формах, которые мы задействуем для организации вот всей деятельности в рамках образовательного проекта, то они тоже являют собой очень большое разнообразие. Это и семейные, оздоровительные, культурно-образовательные лагеря, это и образовательные, очные и заочные курсы, это и использование информационно-коммуникативных технологий, это и система общественных клубов, школ, колледжей, университетов и большое количество других форм. Мы приглашаем всех, кто не безразличен к нашему проекту, выходить с нами на взаимодействие, включаться в наш проект. И более подробную информацию о нашем проекте вы можете увидеть на нашем интернет-ресурсе. А я вас благодарю за внимание и очень рады будем сотрудничеством вместе с вами на благо нас всех, потому что от того, какими мы будем сами, работая над собой, становиться, таким и будет наше общество, таким и будет наша страна. Верно? Спасибо вам большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова